здравствуйте дорогие друзья с вами татьяна и сегодня мы понаблюдаем часть работы над кейсом айнура и наш политтехнолог журналист член международной ассоциации журналистов игорь нанакин покажут часть работы над кейсом чаще всего данная работа происходит конечно же посредством онлайн по skype по ватсап когда клиент находится у себя на родине в привычной обстановке таким образом это имеет много плюсов то есть во первых если необходимо усилить кейс не нужно ездить туда обратно из москвы на родину во вторых когда клиент находится в обстановке из от которой он бежит то есть это придает дополнительную эмоциональную силу кейсу то есть усиливает в разы кейс наш потому что само собой а он неразрывно связано с эмоциями человека который он переживает друзья не будем мешать процессу понаблюдаем со стороны расскажите мне я это помогу изложить стройно и таким образом чтобы это было доступно для понимания людей которые живут в американской скульптуре она немножечко другая не такая как в россии вот и у них понимание немножечко другое есть такой интересный психологический момент который подтвердили люди которые уже прошли вот все эти этапы которые были детеншен которые беседовали которые там уже в час накануне получения грин карты я с ними беседовала естественно потому что ну интересно же как складывается судьбу тех кому мы помогаем вот они подтвердили мое наблюдение о том что необходимо вот выстраивать именно под понимание американцев именно по поводу их понимания и и момент на которые обратили мое внимание люди это то что американские миграционные власти они такие же чиновники как и все остальные в процессе подготовки кейсов права в общении вот вы сами поймете с вами проникнуть что и как нужно делать вот это нормально хороший естественный процесс вот и я сторонник того чтобы тесно и плотно работать с человеком которому мы помогаем причем чем больше человек делает сам тут сам излагает сам формулирует тем ему легче будет пройти интервью